Так вот, у госпожи позавчерашний день вдруг приключился жар и страшная мигрень. Ну, а Тартюф? Тартюф? По милости господня, ещё стал здоровее, румяней и дородней. Ай, бедный. Так у неё болела голова, что госпожа под вечер чуть была жива, хоть вышла к ужину, вовсе есть не стала. Ну, а Тартюф? Тартюф наелся до отвала, с благоговением окинув взором стол, двух жареных цыплят, окорок, уплём. Ай, бедный. Госпожа страдала всё жесточе и не сомкнула глаз в течение всей ночи, то жар её томит, а то озноб трясёт. Я с ней маялась всю ночку напролёт. Ну, а Тартюф? Тартюф. Ага. С трудом, прикончив ужин, решил он, что покой его утробен ужин, от всяческих земных тревог, себя охраня в постели пуховой храпе, до бела дня. Ой, бедный. Госпожа, вняв общим настоянием, позволила лечить себя кровопусканием. И бодрость прежняя к ней возвратилась вновь. Ну, а Тартюф? Тартюф. Когда пускали кровь, ей, сударь, не ему, не двинул даже бровью. Желая возместить ущерб её здоровью, за завтраком хватил венца, стаканов пять. Ай, бедный. Да. А теперь тут снова тише и благодать. И я спешу скорее, чтобы сказать два слова о том, как радовый, что госпожа здорова. Она же вам в лицо смеялась, милый брат. И пусть мои слова вас даже прогневят, но перед вами всё-таки лукавить я не буду. Нельзя не осудить столь странную причуду, как этот человек забрал над вами власть, и можно под его влияние так подпасть, чтобы забыть про всех. Я понимал, когда вы кровь дали бедняку. Шорин, вы не правы. Ведь вы его ещё не знаете совсем. Не знаю, может быть, но видел. А меж тем, в подобных случаях я доверяюсь глазу. Лишь познакомитесь получше с ним и сразу его приверженцем вы станете навек. Вот человек. Вот он... Вот он человек. И я счастлив. Мне внушил глагол его могучий, что мир является большой навозной кучей. Сколь утешительна мне эта мысль, мой милый брат. Ведь если наша жизнь лишь гноище и смрад, то можно ли дорожить хоть чем-нибудь на свете? Теперь пускай умрут и мать моя, и дети, пускай похоронят брата, и жену уж я, поверьте мне, и глазом не моргну. Да, это чувство впрямь, на редкость человечное. Я повстречался с ним и возлюбил навечно. Он в церкви каждый день молился близ меня, в порыве набожном колене преклоня. То излетали вдруг из уст его стена. Нету руки к небесам он воздымал в слезах, а то подолгу ниц лежал, лобзая прах. Когда я выходил, бежал он по проходу, чтобы их притворить мне, вот мне подать святую воду. Я выспросил его слугу, ему во всем хозяин образец. Он мне признался в том, что бедствуют они. Нет средств на пропитание. Тартюфу предложил я с помощью ствования, однако он пенял на щедро слепт моих. Не стоит, дескать, он благодеяний сих и в скромности своей. Довольствие с немногим излишек отдавал он сирым и убогим. Вняв небесам приют, я предложил ему, и счастье с той поры царит в моем дому Тартюф. Тартюф во все дела со мной вникает вместе, стоит на страже, он моей семейной чести, ревнивее он, чем я. Чуть кто к моей жене... Чуть кто к моей жене с любезностями такчас доносит меня, как добродетелен, какого пола смирения себе же самому вменяет в преступление ничтожащий пустяк, безделку, чепуху. Вот. За молитву поймал на днях... Блоху так приносил потом он небу покаяния, что раздавил ее без чувства сострадания. Небу покаяния, что раздавил ее без чувства сострадания. Как вам не совестно? Что за голематья? Вы верно шутите, ушам не верю я. Так может поступать лишь плут или безумец. Опасные слова! Вы шурин вольнодумец!